Интересно, как кто будет проводить поединок. Почему? Потому что Георгий... Чуть позже. Мощная поддержка, конечно. Юсуф так смотрит, конечно, как хищник. Абрамян спокоен. Я просто уверен, что Абрамян в любой непонятной ситуации, в любой какой-то неприятной ситуации, там по дистанции, либо же после какого-то пропущенного удара будет переходить поединок в ПТР. Он будет делать по-любому проходы, так как он базовый вольный борец. И вот интересно, как там будут развиваться события, потому что мы уже увидели, что Курбанов очень хороший грэпплер. Да, в партере он тогда удивил нас. Так смотрит. Высекающий лоу, очередной от юсуфа. Так, как ты и говорил. Оооо! Так был первый перевод. Это было эффектно. Работает ногами от сетки Юсуф. Пытается... Я вам скажу, что Юсуф, конечно, очень непростой в Бактерии. Какой длинный, толковязый. Очень неудобный. Занял маунт. Георгий. Слушай, ну, возможно, немножко поспешил он, конечно. Я бы на его месте не торопил так события. У Юсуфа сейчас сил много. За счет своих длинных конечностей он может сейчас где-то провести свип и оказываться сверху. Ну, посмотрим, посмотрим. Георгий по-любому знает, что он делает. У него есть свой геймплан, это поединок. По крайней мере, угловые точно ему подскажут, как правильно надо действовать. Слушай, с другой стороны, мы видим, что Юсуф начинает очень активно пытаться сменить позицию и тратит на это много сил. И пока это безуспешно. Георгий, в принципе, пока просто сидит сверху, контролирует. И сейчас он может получить просто преимущество выносливости и после этого реализовывать свою позицию. Жора! 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 Жора Абрамян жёстко засел. Поднимает рефери в стойку. Бойцов и... Ух, изгляд у Юсуфа, конечно. Пугает проходом. И вот он ещё один перевод. Слушай, да, хорошие переводы у Георгия. Воткнул в серку. Видно, что он физически намного крепче своего соперника. Хорошее попадание коленом. Судья подсказывает, что нельзя по аматорам проводить подобные действия. И так, конец раунда сейчас будет. И мы видим, что уверенно забирает этот раунд Георгий Абрамян, представитель клуба. И я ещё хочу сказать, помимо того, что он победил в этом раунде, он сэкономил больше сил. Видно, что он более свежий, чем Юсуф. А это говорит о том, что он очень грамотно себя вёл в поединке и не суетился, скажем так. Ну, если смотреть сейчас на Юсуфа, на его угол, к сожалению, не показывают камеры. Тренер его там пытается прям восстановить. Если Георгий сейчас стоит, просто слушает Дениса, то с Юсуфом, конечно, так всё. Сложновато. Сложный раунд для Юсуфа. Сложный раунд для Юсуфа. Итак, у нас второй раунд. Завтра предупреждает Юсуфа не лететь там. Попадание. Да, попал. Но... Сейчас будет попытка гильотины от Юсуфа с длинными конечностями. На самом деле её можно проводить практически с любой позиции, даже с такой. Ну, есть. Мне кажется, Абрамян высказал туда. И спину забирает. Забирает спину. Пытается дать спину. Ох, неудобный Юсуф. Побег. Слушай, ну а какой неудобный Георгий для Юсуфа? Конечно. Слушай, ну, они оба... Две противоположности. Точно нестандартные представители этой весовой категории. Как и ты. Как и я, да. Всё, всё, всё. У меня наложи. Столи, 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 столи. Он не бьёт, поднимай её. Всё же пытается встать. Как и в первом раунде не получается у Абрамяна реализовывать своё такое преимущество прям, чтобы сильно бить. Но при этом и не получается ничего Курбанова. Встал, столи. Встал, столи. Встал, столи. Поднимает реферистойку. Встал. Снова пропускает проход ноги Юсуфа. В ноги он проходит, как дети школы, да? Да, как себе домой. Встал. Встал. Как бы это не было вязко, но Георгий понимает, что преимущество за ним. Да, слушай, он такими эпизодами заработает победу. Если, конечно, Юсу сейчас не выстрелит чем-то. Прям с колена залетать. Что за остановка? Что за остановка? Ё-моё! Что за такое? А нельзя встречать коленом. Нельзя встречать коленом проходящего в ноги по аматорам. Предупреждение и минус одно очко. Минус один балл для Курбанова. Подсказывает Джори, что нужно поднять руки сейчас. Да, ты знаешь, под конец раунда будет опасен Юсу. Прям как гонится, гонится сейчас Юсу. Надо снова делать перевод. Слушай, какой интересный эпизод на самом деле. Такое преимущество в стойке у Курбанова. В ответ проход, точнее перевод очень интересный. Такое дело было. Каблатная мельница была. Каблатная мельница была. В финале. В финале. Кто же переможе в этом поединке? Еще у нас попереду один раунд. И мы узнаем, кто же переможе. Вот это тот самый момент, когда было нарушение со стороны Юсу. Слушай, ну первый раунд был точно за Георгием. Второй раунд, даже если был ничейный, либо же за Курбановым, то он его пройдет. Я думаю, он был ничейный, но минус балл был у Курбанова. Да, да, минус балл. Скорее всего, мне кажется, второй раунд тоже был за Георгием. Ну и что, сейчас Георгий будет снова искать свою попытку перевода. Видим, немножко он уже подзалился, тяжело двигается, тяжело руки поднимает. Ну Юсу прям очень откровенно пытается расстреливать. Потому что так заряжается. И снова прям стыкает. Слушай, какие у него сегодня переводы? Как монобанкер. Слушай, немножко спешит судья, на самом деле. Нельзя поднимать таких позиций. Если бы было в Гарде такое бездействие, то это одно дело. У нас минута 50, и мы видим, что Курбанов точно пытается сейчас закончить этот поединок. Да, срочно. А у него выхода у другого нет. Да. Еще один перевод какой классный. Слушай, мне кажется, Абрамянт решил нам клетку сегодня сломать. Мощные переводы. Слушай, нужно Георгию сейчас пытаться реализовывать преимущество в Поктере, чтобы это время оставаться в борьбе, чтобы не вставать. Потому что в стойке все-таки есть опасность от Юсуфа. Да, уже подсказывает, что спизнулся из этого субботы. Нельзя за спину запустить сейчас. Слушай, вот это переводы сегодня у нас. Такое ощущение, как будто я попал на какой-то чемпионат, да, там, по борьбе. Слушай, я слышал, что очень высокие достижения по вольной борьбе у Георгия. Помню, что-то было на мировом уровне, что-то... То ли на чемпионате Европы была какая-то медаль по молодежи. И он сегодня это ярко демонстрирует. Все поддерживают Джора, Джора. Слушай, походу у нас будет финал. Ну, боет Барзила, Абрамян. Да, все для Юсуфа. Все. А мы пока наслаждаемся переводами от Георгия. В то время как судьи передают свои записки главному судье. Вот это самый такой интересный перевод был. Сейчас мы его увидим. Ну что, Харки, вы готовы? Не, 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 ничего вообще ничего. Харки, вы готовы? Я думаю, нету никаких спотов насчет решения судей. Мы поздравляем Георгия с этой заслуженной победой, с очень сложной победой. На морально-болевых он, конечно... Да, сильные ученики. Спасибо моему тренеру. Каневец Виталик, Денис Бондарь, Александр Маренко и все поддержки. Все пацаны, которые пришли, я их люблю. Команда ЙОД. Спасибо вам большое. Это лучшая команда. Еще хотел сказать, в финал вышел я на Сашу Борзилу. Это мой друг. Когда я пришел в зал, бьет. Он первый, кто мне пожел руку и помогал развиваться во всем. Я не смогу с ним драться. Но это мой друг, товарищ. И мы одна команда. Спасибо всем большое за аплодисменты и за возможность выступить на этом турнире. Хотел передать слово твоему тренеру. Хотел сказать, что нет плохих наций, есть плохие люди. Спасибо. Сейчас война между Азербайджаном и Арменией. У меня есть хорошие друзья азербайджанцев. Я считаю, что это бред, когда люди воюют. Спасибо большое. Очень достойные слова Георгия Абрамян. Аплодисменты.